Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», убедив своих читателей слушать наставления, изложенные в книге Его, убедив их идти путем света, он сам являет в себе источник своего просвещения, источник своей мудрости, обращаясь в молитве к источнику всех благ. Завершает книгу «При мудрости Иисуса Сына Сирахова» молитва Его. «Прославляю Тебя, Господи, Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего, прославляю имя Твое, ибо Ты был мне покровителем и помощником». С этих слов помощник и покровитель начинается первый эрмо с первой песни Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского, который нам особенно бывает полезен и церковью установлен в дни Великого Поста. И именуя Бога Спасителем, сам обращающийся к Нему премудрый Учитель провидит те служения Господни, ту благодать новозаветную, которая приводит к Богу все человечество. «И избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст, сплетающих лож, и против восставших на меня Ты был мне помощником». Вот главные скорби человеческой жизни, от которых видит себя избавленным и тот, кто исполнен благодатного знания, и тот, кому надлежало стать Спасителем человечества, ибо как не сплетали против Него ложь, ибо как не клеветали на Него злые языки, ибо как не восставали на Него, стремясь умерствить Его, но победа, воскресенье остается за Господом. «И избавил меня по множеству милости, и ради имени Твоего от скрежета зубов, готовых пожрать меня, от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел, от удушающего со всех сторон огня и из среды пламени, в котором я не сгорел». Это ли не слова самого Господа, которого ненавистью своей облепили иудеи, обышедшие обыдошами и именем Господнем противляхся им, обыдошами эко пчелы соты, разгоревшиеся эко огня в тернии, и именем Господнем противляхся им. Как созвучны эти слова и с Псалтирью царя Давида, и с теми событиями Страстной Седмицы, событиями спасительными для человечества, но в которых все скорби земные обрушились на Бога человека для того, впрочем, чтобы тем ярче просветилось и просияла победа Его и пустые пелены, и гроб, опустошенный Христовым воскресением, и слава Его воскресения просияла бы перед лицом всего человечества. «Из глубины чрева адова, от языка нечистого, от слова ложного, от клеветы перед царем, языка неправедного». Народ иудейский и становится этим языком неправедным, отвергшим своего Господа, и в молитве к Богу Иисуса Сына Серахова мы видим с бывшимися события евангельской истории. «Душа моя близка была к смерти, и жизнь была близ ада преисподнего. Со всех сторон окружали меня, и не было помогающего меня. Искал я глазами заступления от людей, и не было его». Но всяко поругались над Спасителем, но всяко укоряли, но требовали у Пилата распятия, но говорили, «Сойди с креста, и уверуем в тебя». И не было, за исключением, причистой матери его, Иоанна Богослова, некоторых жен мироносец, сочувствующих, сострадающих перед крестом Христовым. «И вспомнил я о Твоей, Господе, милости и о делах Твоих от века, что Ты избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их от руки врагов, и вознес от земли моление мое, и молился о избавлении от смерти. «Возвал я Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня в одни скорби, когда не было помощи от людей надменных». «Боже, Боже мой, с куя оставил меня Иси!» Эти слова Господа с креста, как и другие на Его воззвания, остаются сокровищницей церковной и приложимы не только к Своему Спасителю, но и ко всякой душе христианской, ибо надлежит многими скорбями всякому войти в Царствие Небесное, но ничуть не унывая, но не отчаиваясь, но преодолевая все силою Божией и молитвою, которая и в устах Господа Иисуса была для нас явлена с тем, чтобы и мы воспользовались ею тогда, когда и наша жизнь становится невыносимо тягостной, тогда, когда враги и самая смерть приступают к ней. Та духовная реальность, с которой пребывал Господь и переживая крестные смертные страдания, отражены в тропаре церковном, во гробе Плотске, в Аде же с душею, якоб Бог, в Раи же с разбойником, и на престоле был Иисус Христе со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. Он и в страстях своих оставался всемогущим Богом, потому сам искушен, быв, может и искушаемым помочь, и нет иного упования, и нет иного заступничества у нас, и нет иного источника непобедимой силы, как благодать Божия, подаваемая молящимися и сокрушением сердечным, просящими у Господа. «И я вознес от земли моление мое, и молился о избавлении от смерти. Возвал я Господу, Отцу Господу моего, чтобы Он не оставил меня в одни скорби». Здесь не словали подобные царю Давиду, на которые указывает Господь Иисус Христос, «Рече Господь Господь, и мы ему сидя одесну и мене, да он же положу враги твои под ножи ног моих». И здесь упоминается о молитве «Отцу Господу моего». И для единобожия Израиля эти слова никак иначе нельзя рассмотреть, как пророческие, предвозвещающие откровения Пресвятой Троицы. «Отца, Сына и Святого Духа, Отцу Господу моего, чтобы Он не оставил меня в одни скорби, когда не было помощи от людей надменных. Буду хвалить имя Твое, непрестанно и воспевать в словословии, ибо молитва моя была услышана. Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени. За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа». Это расположение сердца, благодарное, сыновнее, присуще должно быть при всяком благодушии, при всяком мирном времени, при всяком избавлении от скорби и напасти. Но более всего оно будет присуще завершившим земной путь свой достойно, веру соблюдшим и донесшим достойно креслой, когда победа является невременная, но вечная, когда открываются обители Христовы, уготованные претерпевшим до конца. «Будучи еще юношу, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей». Обратим внимание, что не только из книг, но и напрямую от Бога подается просвещение умам человеческим, и мудрость сообщается молящимся. «Пред храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее, как бы от цвета зреющего винограда сердце мое радуется о ней. Нога моя шла прямым путем, я следил за нею от юности моей. Понемногу наклалял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя. Мне был успех в ней». Итак, признаки успешного шествия от юности, то есть всеми силами души своей, тогда, когда душа еще свежа и чиста, понемногу, но постоянно, слишком резко и дерзко набранные, как покажется кому-то, силы от Бога, можно будет и не унести, только постепенно и вдумчиво, понемногу, но последовательно, укрепляющийся в служении божественном и в просвещении духовном, оказывается благонадежен к последующему плодоношению. И тогда, после многого труда и наставлений для самого себя, успех проявляется в том, что становится человек уже наставником и для других, воздам славу дающему мне мудрость. И даже тогда, когда я стал наставником для других, я помню, что не от меня эта мудрость, но от источника всех благ от Господа. И когда, отражая в 118-м псалме лестницу добродетели, восходя к высшей ступени, царь Давид восклицает, «Заблудих, яко овча погибший, взыщи раба твоего, яко заповеди твоих не забых», то спрашивает Феофан Затворник, «Так где же здесь высота, если всего лишь не забыл заповедей Господних, именует себя овцой заблудшей и отвечает, а в том и высота, что, зайдя по всей лестнице добродетелей, он сохранил смиренно мудрие». Так и для наших времен и на все времена признак премудрости, полученной от Бога, смиренно мудрие, сохраняемое самое скромное о самом себе понятие и непрестанное словословие Господу, источнику премудрости. «Я решил следовать ей, ревновал о добром и не постыжусь. Душа моя подвязалась ради нее, и в делах моих я был точен». Великое иное проявление внутреннего благоустройства, точность в делах, небрежность в делах, очень часто отражает небрежность в душе, и невозможно следовать за Господом, не будучи, как говорил святитель Феофан Затворник, всегда в струнку, очень внимательно и напряженно, сохраняя порядок в мыслях и чувствах своих. Феофан Затворник говорит и о том, что надлежит по жизни идти как бы с опаской. Эта опаска говорит воистину не напрасно, и есть чего опасаться. И таким образом всегда действующий рассудительно, а не опрометчиво, оставляющий после себя порядок, может сказать вместе с премудрым Иисусом, сыном Сираховым, «В делах моих я был точен». «Простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество. Я направил к ней душу мою и сердце мое, предал ей с самого начала, и при чистоте достиг ее, посему не буду оставлен ею». Речь идет о мудрости. Итак, сердце с самого начала при сохранении всякого целомудрия невозможно сделать душу свою прибежищем для мудрости, если не хранит чистоты. И знает он, что, сохраняя чистоту, будет и мудростью сохранен, и не будет никогда ею оставлен. «И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее, посему я приобрел доброе приобретение». Итак, от внешних дел усердия является и внутренняя перемена. Речь идет уже о каком-то таинственном и благодатном внутреннем преображении, о чем свидетельствует автор. И об этом же пишут те святые отцы, которые своим молитвенным подвигом всежизненным привлекали и к своей душе великую Божью благодать, и сердце их таяло, как воск посреди них, и все естество их пребывало уже в неком ином состоянии, о чем пишет апостол Павел в теле или в теле, не знаю, но был восхищен на третье небо и слышал глаголы, которые нельзя передать языком человеческим. «В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить его. Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения, ибо вы нуждаетесь в этом, и души ваши сильно жаждут». Обратим внимание на великое милосердие, которым исполняется сердце праведника, и дело его благовестия, и дело его привлечения всех народов в ту милость, которой исполнен он сам. «Я отверзаю уста мои и говорю, приобретайте ее себе без серебра, подклоните вы ее вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учения, его можно найти близко. Видите своими глазами». И дальше свой образ, автопортрет, который уже отчасти и рисовал нам священный наставник, и ныне довершает его. «Я немного потрудился, и нашел в себе великое успокоение. Приобретайте учения, и за большое количество серебра, и вы приобретете много золота, то есть лучше всякого драгоценного металла, то сокровище, которое дарует Господь, ищущим его премудрости. «Да радуется душа ваша о милости его, и не стыдитесь хвалить его. Делайте свое дело заблаговременно, и он в свое время отдаст вашу награду». Этими словами завершается книга премудрости. Иисуса, сына Сирахова, завершается гимном этой самой премудрости, которой было посвящено все Писание, и то расположение, в котором писатель завершает книгу свою, передается и всякому слушающему словеса книги сей. И это радость, которая есть воздаяние за все труды по обретению благодати Божией. И радость эта не ограничивается земной жизнью, но имеет силу и в вечности оставить человека в своей власти, в своей радости, которую мы именуем уже радостью и блаженством святых во Царстве Господа своего. Аминь.